Возьмешь жидкость, возьмешь белило, возьмешь коричневый, голубой, желтый. То в пользу коричневого, то в пользу голубого, то в пользу желтого, то плюс красный. Избавиться от белого полностью. Тем той тональностью, которую ты запланировала. Если что, то больше красноты. Хорошо? А штриховательно полностью? Можно изначально светлый? Можно, можно. Разве ты столько бы выдавила? Не решила. Значит, зачерпнула белило. Бирюзовый. Розовый. Можно одновременно и желтоватости. И сейчас, вот такими действиями, наполнишь, наполнишь весь холст. Не сильно оглядываясь на картину. То есть, нам нужна вязкость вещества на холсте. Так, чтобы в этом пластилине краски мочь укладывать подробности. То есть, мы фактически будем заниматься лепкой. Лепкой, а не живописью. Ты поняла? Давай. Так, чтобы... Суховато. Ну, в принципе, для этой задачи нас это устраивает. Более распределительно. Распределительно. Да-да-да. Не надо. Просто распределительно. Потом перемерешь на темный вот этот центр. Голубой, розовый, коричневый. Коричневый добавишь себе. Перемерешь на темный. Да, в центр. Центр у нас во мгле теневой. Можешь сразу выставить призрак кувшина. Призрак остальных предметов чуть-чуть. То есть, вот такие темные как бы силуэты. Ну, и заодно темноту сюда по вертикали, поскольку плоскость висит. По вертикали, поскольку плоскость висит. Только коричневый. Давай, наверное, знаешь, что сделаем сейчас? Обозначим себе основные веки рисунка. Вот эта линия приходится близко к середине. Поэтому ее легко найти. Вот она к середине устремлена. Чуть ниже себя. Отодвинем. Она с некоторым смещением от середины сюда. Значит, все, что на ней лежит, находится со смещением от середины. Приблизительный намек на фруктуру. Упирается в середину цветок. Рыжий цветок уперся в середину. Значит, он находится в середине. Своим левым боком уперся в середину. Вот это место находится тоже посередине. Вот середина. И вот, стало быть, вот это место. То есть к нему теперь пристроится весь кувшин. Потому что этот точно посередине. А середина для нас аргумент. Относительно яблока, с этой стороны касается середины. Поставила. Другое яблоко заслоняет. Первое поставилось. То есть, уже здесь попонять не стало. Приблизительно, где-то здесь находится тарелка. Объем винограда немножечко можно обозначить. Ну, просто, чтобы уже что-то было. То есть, вот таким образом можно найти рисунок, отталкиваясь от середин, удобно. Это уже пристроится после того, как мы обнаружим вот эту местность. И будет здесь. Можешь это заштриховать. Что касается виноградинок, то они будут изображаться хитрым способом. Например, вот я подтер подсветлый виноград до сухонького холста. Это виноградинки? Да. Смотрите, какие полезные. Девочки, кому интересно, как виноград можно рисовать? Конечно, интересно. А, пойдите сюда. Да. Все? Большой никому? Девочек предлагает. Смотрите. Значит, я подтер под будущий виноград, светлый, вот эту темную среду. Взял цвет винограда и вот так пальцем. Один виноградинка, одна виноградинка, вторая, третья. Количество окраски, посмотрите, очень малое. И вот так заслоняя одного другим, набираю виноград. То есть, это первая прописка винограда. Потом мы будем усложнять его. Но уже сейчас, на этом этапе, на этом можно смотреть. и он уже близко к тексту. Правда? Вот они заслоняют один другого. Виноград. Темный виноград. Та же схема. Подтер. Взял розовый, голубой. И вот наш темный виноград. Малое количество окраски. Обратите внимание, что очень малое количество. Однако, смотрите, как прозрачно кладется. Я, смотрите, настаиваю. Я не просто вставлю пятнышко, я еще несколько раз произвожу удавливание краски. Прикольно? Угу. И видишь, что он же так живет. Когда у красного, вернее, у темного будут еще всякие рефлексики, прозрачности. Тебе и этот понравится. Когда появятся вот такие штучечки. Нежные. Понимаешь? Когда они появятся. А еще блик появится. Ну, понятно, что это вообще. Этот с тем же самым инструментом тоже подтерло, уложило, чтобы здесь появился цвет, который мы видим. здесь не только белый, здесь и теневые тоже. Правда? Угу. Ну и желательно было все-таки на место поставить это. Так же, как и это передвинуть на место, на котором оно находится. То есть они, весь этот ком цветков доходит до середины и даже где-то готов ее чуть-чуть заслонить. И здесь. То, что я это здесь нарисовал, я просто рисовал сам цветок показывал. То есть подвинуть этих ребят. Потому что потом с этим куском мы не разберемся. Уже напутанный очень. То есть отступить. Отступить, как оно и отступлено. Так. От винограда есть тень, в которой есть цвет винограда. Рефлексы винограда отбросили. Цвет этот. Оранжевит, теневая. Вот здесь. Подложить тоже. Постоянно поддерживаем присутствие архитектуры. Архитектуры. Поддерживаем его присутствие. Так. Хорошо. Вот здесь хорошо бы создать глуховатое чернявое пятно. Голубой, коричневый. Затирательно создать глухое пятно. Как зеркально глухое. Еще раз вложить и еще раз растереть. Вот эта глуховатость пятна, она уже сродни стеклянности фактуры. То же самое и здесь. Затереть лишнее вещество, потом присобрать. вот эту глухость тоже насадить, затереть. То есть вот эти вот теневые места, они глуховаты. Их стоит затирать до пустого состояния, дыркообразного состояния. Хорошо? Ну, а потом яблоко заслонило. Здесь есть тоже глуховатость. Ее тоже подносадить штрихом. именно глуховатость. Светик белез, очень белез и синеват. Желательно показать с этой сиреневатой синеватостью белой. Сиятельно, как оно и есть. Сиреневиночку замешать. Ультрамарин с розовым. И заложить архитектурку тряпочки. Тоже вот так вот раздавлено. 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 Пальчиком потом можно вспомочь до вот такого дымчатого состояния. Дымчатого состояния. Да, давай. Так, хорошо. Ну, хорошая лепка. коричневый розовый вот здесь натемнить. Наверное, миндаль. Похож на миндаль. Смотри, вот здесь есть маленькое беленькое пятнышко, которое очерчивает как свет из-под теневой, очерчивает яблоко. Такие вещи сразу лучше давать, чтобы вот этот свет из-под теневой прозвучал. Вот такие рефлексики. Смотри, свет от отражателей бьет на теневую часть яблока. Да, уже и кисть можно. Не стремится к середине. сбоку. Светик. В натюрморте очень важно держаться тональной точности. То есть тональные неточности портят натюрморт страшно. Тональность это степень темности. поэтому если ты будешь максимально точна, то все будет хорошо. Смотри, чуть-чуть тенистое предваряет вот этот рефлекс. то есть усиливаю впечатление свет и тень. очень красиво, когда свет из-под теневой. В натюрмортах это очень многократно используется. В данном случае свет на яблоки и из-под теневой этих ягодок. Свет из-под теневой здесь тоже. Соразмерность, смотри. второй цветок внятно меньше и это лучше выразить, чем не доглядеть. И из-под теневой этого постоянно есть игра из-под теневой цвет в натюрмортах и максимально стараемся показать это. ее лучше начать не с процерапывания, а вот с такого бледного пятна. Когда у тебя уже это пятно есть бледное, ну понятно, что подкрасить, если что, подвинуть взяла вещество подвинула, взяла вещество подвинула, то есть легко подвинуть, но у тебя уже призрак есть, ты можешь сориентироваться, тебе чуть-чуть увеличить или чуть уменьшить. Геометрическая фигура, которая образуется внутри, вот она важна больше, чем сам пируэт этой ручки. Они даже очень редко получаются с одного ручка, вот так он ушел, а это чуть-чуть выше носик, да? Что точно будет подвесить, подвесить, носик, не знаю, не знаю, пока у нас по-моему все хорошо, только чуть-чуть выше, чуть выше носик. пусть он будет пока чуть-чуть чуть толще, потом начнем уже уточнять. может, можно подвесить, да? Да. И смотри, вот ты свет положила, а свет хорош и из-под теневой. Вот он хорош не во всем этом пространстве, а особенно хорош будет, если он будет вот из-под теневой вылетать. из-под теневой вылетать, как некое как некое свечение. Ты понимаешь? То сразу появляется пространство. То есть не отсюда и досюда светло, а именно из-под теневых. Где-то оно будет это пятно пошире, где-то поуже, но идея именно выхода света из-под теневой. Этот же свет может выйти и здесь тоже чуть-чуть. Вообще вот эта игра света из-под теневой она выгодна невероятно. Вот здесь из-под всех этих тоже свет вырывается. Показать его и здесь. Так. ну и до строить это место. Хорошо? Чайно или не чайно произошел очень красивый цвет. И мы видим, что этот цвет узнает, в нем узнается цвет именно этих ягодок. Чайно или не чайно он произошел. и мы узнаем, что они примерно так и выглядят. И этот цвет можно в тираж пустить особенно с теневых позиций. Чуть-чуть насадить вот эту прозрачность ягодок. И вот они когда засветятся, они станут очень-очень симпатичными. Согласны, да? Да. когда сверху на вот это будет приходить синий цвет разбеленный. Вместе они очень здорово прозвучат. Тоже сначала дым. Может быть даже после дыма мазок. и после мазка блик. И вот насадить этих красот к винограду. Дым. Но не всем подряд, чтобы они одинаковыми не стали. Чтобы они не стали как искусственные виноград, он в общем-то одинаков делают эти натюрмортные винограды. Чтобы некоторые этим обладали, а некоторые не очень обладали. А некоторые должны стать внятно темнее. Розовый синий. И вот какие-то ягодки будут аж смоляными. Особенно с теневой части. Из коричневого? Нет. Вообще коричневого. Розовый, голубой. такой смоляной чернявый цвет. И вот чередование таких очень темных и не очень. Все немножечко с бликующим эффектом, но не все прямо с бликом острым. Некоторые заканчиваются на фоне на этапе вот того синего мазочка. То есть пусть не у всех будет кричащий блик. Иначе тоже будет эффект искусный. Он там есть. То есть цветок этот цветок в пространстве находится и отстоит к нам. Поэтому там свет. Он ближе к нам. тот дальше. И от этого там свет. То есть он просто проходит по вот этому и бьется на тот. От этого видно, что этот цветок отстоит сюда. Ну и туда дальше пошел. От того, что этот низом заслонил свет, у дальнего. Видно, что этот торчит. Ну вот пространство шагает вот такими светами из-под теневой. Очень часто. Поэтому это нарезать и показать. Вот я обратил твое внимание на это место. Ты почему-то увлекалась только вырисовыванием. А вырисовывание может начаться в такую меру, когда как ты уже предпринимаешь, когда есть основа. Вот смотри, вот сейчас появилось пространство за натюрмортом. А так его не было, а ты уже вырисовываешь. А оно тоже подсказывает свои вещи. Посмотрите, сколько воздуха появилось, а ведь не было. А когда какой-нибудь лепесточек там заслонит всю эту светлую светлую когда появится какой-нибудь лепесточек. То есть нужно дать эти общего звучания вещи прежде чем заниматься мелочевочками. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Вы не поскажете? Ну, выполнен. Понимаю, что я на своем доме. То и есть. То и есть. Вот этот ворох здесь? Есть. Но это миндаль. Нет. Группа миндалей. Нет, это жменька миндалей. Что? Жменька миндалей. Это все они же. Нет, миндалей. По-моему, миндалинки. Да? Да, просто там жменька, а здесь две отдельно торчащие. Жменька а здесь две мелкие, не такие крупные. Отдельно торчащие. Что такое миндаль? Это прижимаются так удобно. Ну, когда кучка? Я никогда не поняла. Природа миндалей. Нет. Вот миндаль это есть. Олешки селье. в скорлупе. Скорлупе они. Ну, хочешь вообще... Нет, вот эти два я вижу, а вот ту группу я не вижу. Это она же, это кучка белый на переднем плане тоже давай дадим. Если что подли себе потом разборитель. Может уже не его вот этот сиреневый оттенок пусть будет для белого. белый вообще любит сиреневый оттенок. В тени особенно. Несмотря на то, что белый в помещениях не так сиреневит в тени, на нем оттенки теплого, на солнечном свете в тени он сиреневат точно, а в натюрмурте он может но все равно белому сиреневизна очень идет. закладываем. Смотри, я перемалываю на единое тональное звучание пятна. То есть оно у нас начинает звучать как цельно звучать. Чтобы заложить свет можно опять выгнать, выгнать. и удавливая красочку заложить. Если мы сейчас бы начали штриховать, то нам бы пришлось довольно много вещества заложить и появилась бы чрезмерная фактура краски. Если мы вот так раздавим то фактуры практически не будет. Вот так раздавливая фактуры практически не будет. И во втором сеансе который здесь необходим чрезвычайно ты сможешь воспользоваться ну просто добавить какие-то тональности вот эти сиреневые и заложить нужный цвет и тон. но для себя сейчас ты можешь вот так накидать ну чтобы вообще ориентироваться хотя я бы перемолол еще вот этим сиреневым прямо перемолол бы краску втирательно штрихом кисти чтобы вот эта сиреневизна вместо коричневизны засела туда то есть она все зеленца и коричневизна останется но она хотя бы будет перемолота ну можно вытереть тряпкой а я не вижу зачем нам нужна нам этот цвет нужен просто он должен быть несколько перемолок цветом сиреневизны да прям перемол смотри я уштриховываю его туда хорошо давай но помню вот этот цвет из-под теневой ну и виноградники уже лучше потом по-сухому но ни в коем случае не такие жутко фактурные вещи надо умудриться это делать с минимальной фактурой вот у нас здесь тоже есть фактура но она минимальная есть но минимальная то есть все должно быть мягким мягким вот таким это действительно послойная работа и оставляешь это с чистой совестью оставляешь там следующий сеанс для выписывания я имею ввиду допустим ты же хотела дома дописывать его в любом случае такие вещи не пишутся по той технологии которую ты начала то есть это тихая технология очень тихая да да нелепость полная ну это как если бы сейчас фрагмент этой картины подсунуть в эти цветы ну никак и здесь тоже нужно до минимума свести фактурность то есть фактуры почти нет тогда это интересная затея а если будут таращиться фактурами то это будет очень неинтересно так ты понимаешь а что там рисовать я вот не понимаю вот и я говорю ну что-то должно быть если за вот когда оно посохнет малыми дозами краски можно хоть что-нибудь там нарисовать а пока там просто нечего нарисовать ну потому что там нет рисунка кроме этих двух каташков все остальное да размер их не такой как ты нарисовал а небольшой вот такой вот такой вот такой вот такой спасибо чтобы видеть что ты рисуешь желательно конечно открыть интернет и посмотреть и посмотреть как выглядит то что ты сейчас рисуешь вот все вот так отожди наберешь такое понятие как ну если хотите именно их нарисовать наберешь такое понятие как миндаль в скорлупе в скорлупе в скорлупе и тебе выдадут примерную фактурку и тогда ты хоть будешь знать как они выглядят ну я так примерно помню у них несколько волосатая волосатая да вот эта кожура у них чуть-чуть как бы волосатая вот но это надо посмотреть и чтобы дать фактуру этого ореха легко она не дастся ты когда сюда свет загоняла на что ты намекала вот так если положить кстати разборитель так и не добавила как-то надо быть честнее вот эти две шишки большущие правильно делаешь и не надо портить хорошая работа так и так и так и так и Продолжение следует...